Олимпиада военных Воскресенье эстафету примут инженерно-саперные войска. Им предстоит обеспечить безопасный маршрут танковому подразделению. А именно разминировать участок поля, оборудовать проход через противотанковый ров, преодолеть огненный завал. И чем быстрее, тем лучше. Ведь в реальных условиях от этого зависит успех операции и жизнь. Искусство тоже помогает фронту. В годы Великой Отечественной войны детская писательница Агния Барто работала токарем на заводе и первую полученную там премию отдала на строительство танка. Ее стихи – это больше, чем поэзия. Они учат малышей правильным вещам. В субботу сами в этом убедитесь. На сцене Тюменского театра кукол спектакль игрушки по стихам Барто. Приходите на эту постановку с малышами. Она рассчитана на детей уже от двух лет. Артисты постоянно взаимодействуют со зрителями. Да и сам спектакль идет в малом зале, где вместо кресел – мягкие подушки. А молодежи гораздо интереснее. В субботу будет за стенами храма Мельпомены. У театрального центра «Космос» в очередной раз соберутся битбоксеры Тюмени. Этот новый проект проходит здесь каждый уикенд. Публику ждет много крутой музыки, битбокс и рэп-битвы. Выступления диджеев, танцы и футбольный фристайл. Кроме того, среди гостей разыграют призет-партнеров мероприятия. Но даже тем, кто их не выиграет, будет весело и интересно. Рэп и рок – обычно два противоборствующих стиля. Поэтому любителям тяжелых ритмов и гитарных басов в выходные стоит отправиться на природу. На Казачьем подворье в 22 километрах от города пройдет фестиваль «Единорог». Добраться до места можно на специальном автобусе. Транспорт с фирменными логотипами отправляется от ДК-строителя два раза в день. А уже на месте вас ждет 48 часов рок-музыки всех стилей и направлений. Выступят тюменские коллективы, а также приглашенные группы из других областей. В финале организаторы приготовили сюрприз. На площадке разожгут огромный костер. На этом у меня все. Ярких и насыщенных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин